Добрый день! Сегодня мы с вами приготовим елочку и подкову на Новый год, чтобы принесла удачу. Для этого нам понадобится мука, яйца, молоко, сахар, ванилин и масло, дрожжи, соль. Ну что ж, муку просеяли, добавим сюда соль. Заранее надо замочить дрожжи. Если подробно хотите увидеть, как делать такое тесто, можете посмотреть булка с сюрпризом. Точно такое же тесто я готовила там, только там более подробнее вы можете всё посмотреть. Как видите, дрожжи уже заиграли и я добавила их в тесто. Замешиваю. В тесто добавили яйца, масло. Муку добавляем не всю. Частями добавили, замесили, добавили, замесили. Вы будете чувствовать, когда надо остановиться. У меня осталось 2 столовые ложки, я даже не добавила. Тесто чуть-чуть прилипает к руке, но смажьте руки и 5 минут обязательно вымешиваем это тесто. В итоге получается вот такой прекрасный, приятный, на ощупь, тяжёлый, сам по себе, вернее тяжёлое тесто. Ну что ж, теперь накроем его и оставим, чтобы он набух и стал лёгеньким. Ровно час прошёл, и тесто наше подошло. Сдобное тесто всегда вначале бывает тяжёлое, а потом оно как бы становится пушистое и мягкое. Теперь выпустим лишний газ. Конечно, мы его не месим, только вот так вот собираем комок. Теперь разделим на много-много частей. У нашей ёлочки будут ветки. Как же мы делаем эти веточки? Веточки в виде булочек раскатаем каждый кружочек. Вы их можете сделать мелкими, можете сделать большими, длинными, короткими. Не имеет значения. Ветки же тоже все разные, правильно? Вот теперь хотите скалкой, хотите руками. Растяните в круг. И я покажу вам один. Насыпаем сюда начинку. Вернее, вы можете использовать всё, что хотите. Ну, у меня тут фисташки. Я их чуть-чуть насыплю сюда. Хочу получить зелёный цвет. Зелёный цвет, знаете, можно получить ещё и со шпината. Надрезаем вот так чуть-чуть и скручиваем его в рог. Да, у нас получаются вот такие рожки. Рожки сперва они как бы маленькие. Пока мы крутим этот круг, он у нас становится... В смысле, мы можем его сделать длиннее, короче. То есть, тут придерживаться размеру особо не надо. Главное, чтобы получить вот такие рожки. Ну, это вот короткие, которые будут наверху. А чуть подлиннее они будут внизу. Так что я сейчас по очереди все их... Видите, сколько у меня рожков? И все они разные. Точно такие же, как на ёлке. Ветки разные. Длинные, короткие, толстые. Всё. Теперь это всё надо собрать на противень. Длинные я складываю снизу. Если их выкладывать реже, то у вас ёлка будет, когда спечётся, она будет более такая, знаете, как вам сказать, правдоподобная. У меня же она будет пышная. Так как детей много, каждый по одной, по два оторвёт этой ветки. И там ничего не останется. В смысле, детей не у меня, а те, кто собирается. Ну вот, таким образом, собираем все веточки на друг дружку. Толстым краем вниз, тонким к макушке. И вот такая прелесть у нас получается. Но когда она спечётся, она будет не совсем такая. Она чуть-чуть потеряет цвет. Ну, посмотрим, что получится. На макушку приготовим звёздочку. А вот низ я не хочу, чтобы он был такой голый. Я всегда тоже кусочки теста хочу добавить. Это у меня будут вот такие спиральки. Вот и всё. Даже вот наверху одна кустота. Я её тоже запомню. Звёздочку мы тоже вырезали. И теперь отправляем всё немножечко, минут 10-15, чтобы оно постояло. Чтоб подошло тесто ещё. А сверху я насыпала вот такие разноцветные сахарные стружки. Сверху я сделала посыпку. Но лучше не рисковать. Оно всё-таки подгорает. Вот таким образом он у меня зажарился. Я продержала его 28 минут. Сверху обсыпала сахарной пудрой. Моя ёлочка готова. Но с этого количества теста получится ещё и подкова. Так что сейчас вы её тоже увидите. И вначале тоже вы её видели. Булочки очень вкусные. Не забудьте. Вот она, подкова моя. Не забудьте поделиться этим видео. Написать своё мнение. А я хочу вам пожелать в наступающем году всех благ. Здоровья, любви, счастья, денег. Всё, что вы сами себе желаете. Дай Бог всем того, чего он достоин. По-моему, достойны мы все хорошей жизни. А пока, пока-пока, увидимся в новом году. Пока-пока. До свидания.